Что по этому поводу думают в парламенте, узнаем прямо сейчас. Юрий Бойко с нами на связи, лидер оппозиции. Юрий Анатольевич, вот по поводу тех изменений в бюджетах, которых говорит правительство, а как вы их оцениваете? Вот вы ведь за этот бюджет не голосовали, вы были против. А что по поводу изменений? Само принятие бюджета было ошибкой, и мы в этом сразу сказали, и мы выступали против такого бюджета, который был написан уже тогда под диктовку Международного валютного фонда. А те изменения, которые сегодня пытаются провести, это как раз еще ухудшить положение людей. Потому что основная проблема, которая там есть для всех пенсионеров, 10 миллионов человек в стране, это то, что не индексированные пенсии были в 2014 году, и точно так же до конца года не планируется индексация в 2015. При том, что инфляция 25%, и в прошлом году, и в этом рост цен соответствующий. То есть просто пенсионеров ставят за грань выживания. А вторая проблема, это повышение тарифов, которое сегодня анонсировано там по разным, но уже понятно, что это будет существенно. Безусловно, вот эти два фактора, они очень серьезно ухудшают жизнь людей в стране, поэтому мы считаем, что такие бюджетные предложения, они в сегодняшней ситуации неприемлемы. Подождите, ну у меня вот как раз по поводу повышения тарифов на газ, тепло и свет вопрос. Болезненная тема, тема обсуждаемая. Вы, как специалист по энергетике, вы можете сказать, ну а есть ли он другой выход? От повышения цен на газ для населения люди будут платить на 50 миллиардов гривен больше в стране, из которых только 12 им вернут в качестве субсидий. Остальные 37 это у них забирают, и они это оплачивают. И кто даст ответ, почему при себестоимости 400 гривен собственного газа население должно платить 3000? Куда идут остальные деньги? Газа собственной добычи всегда хватало для обеспечения потребностей населения. Это было на протяжении последних 10 лет. Теплокоммунная на централизованную уже использовали, и промышленность использовали газ импортного производства. Ну, вы же прекрасно знаете аргументы правительства. Когда придет пора голосовать за бюджет, кабин в очередной расскажет, что без этого голосования, без принятия изменений к бюджету нам МВФ просто денег не даст. Мы считаем, что вообще бездумное следствие рекомендациям МВФ ни в одной стране мира не принесло добра. Потому что МВФ не учитывает особенности нашей страны, а подходит с одной меркой ко всем. А у нас есть свои особенности. У нас и так плохое экономическое положение у людей, и дальнейшее ухудшение это просто может привести к социальному взрыву. Так представим себе пенсионера, который получает полторы тысячи гривен с сегодняшним ростом цен и с сегодняшним ростом тарифа. Куда его выталкиваете? Правительство в какую нищету его толкает? Ну, если вы так жестко критикуете сотрудничество с МВФ, простой вопрос тогда. А где брать деньги на те объективные расходы, которые действительно нужны? Ну, вот на повышение пенсии, о котором вы говорите, и вот, а из каких источников финансировать? Дай бог у нас пойдет все к остановке войскового конфликта, и мы очень рады, что это происходит. И не нужно будет тратить 35 миллиардов гривен, которые заложены в изменениях бюджета на расходы на войну. Так вот эти 35 миллиардов гривен как раз хватит для того, чтобы провести индексацию пенсий 30 миллиардов гривен. И 5 миллиардов для того, чтобы увеличить помощь переселенцам, которые сегодня получают всего лишь 400 до 800 гривен в месяц на человека. Это естественно, на такие деньги прожить сегодня нельзя. Вот как раз этих денег хватит для того, чтобы поддержать людей. А когда Украина сможет прекратить тратить деньги на войну, прекращение войны, вы считаете делом близкого будущего? И в принципе от минских договоренностей, вот кто выиграл, кто проиграл? Ну, мы очень надеемся, что с подписанием минских договоренностей, при условиях выполнения всеми сторонами, наша страна получает шанс к остановке воинского конфликта. И безусловно, выиграет Украина, поскольку это на нашей территории идет война, и на нашей территории гибнут люди. И остановка этого – это победа Украины. И дальше все перейдет в политический процесс, который будет касаться изменения Конституции, в чем должен принимать участие парламент. И мы надеемся, что парламент будет занимать конструктивную позицию и обеспечивать со своей стороны выполнение подписанных договоров законодательным путем. Касательно миротворцев, любая форма, которая позволит избежать воинских контактов и гибели людей, нами приветствуется. Кстати, предложение о миротворцах, это было выдвинуто впервые нами, в нашем варианте мирного плана, который мы проводили через парламент. Ну, вы же видите, что введение миротворцев может в совбезе заблокировать Россию. Вы же видите, что обстрелы так не прекратились. Не значит ли это, что Минское соглашение попросту может сорваться? Слишком далеко зашел воинский конфликт и слишком большая площадь поражена военными действиями. Но все признают, что ситуация улучшается и что снижается количество обстрелов. И мы надеемся, что дальнейшее урегулирование конфликта будет проходить только дипломатическим путем, соблюдением всех подписанных договоренностей и пунктов Минских соглашений. И парламент будет принимать непосредственно и конструктивно участие в законодательном сопровождении этих договоренностей. Мы считаем, что это единственный путь достижения мира в стране. Ну вот такое мнение. Спасибо. Юрий Бойко был с нами на связи.